Видал я таких христиан, многие из которых читают «Отче наш» каждый день. И там есть такие слова «И прости нас, как и мы прощаем должников наших». Понятно, что там должники, там тоже по-своему там слово, как бы оно завуалированное, более широкий смысл, не просто там должники, что что-то должен, да, какое-то там деньги там, или какие-то там предметы, какой-то материальности. А сами проговаривают, а все надеются, что он их простит. В чем-то, ну, по крайней мере, отчитались, да, отчитали «Отче наш», пробормотали. А потом «А когда ты меня отдашь, то? А когда ты это отдашь?» Ну, к примеру, да. Ну, вот, допустим, тот же банкир, да, к примеру. Давайте так, не будем там прям вот совсем уж на уровень там крестьян сводить. Банкир тоже так же помолился, да, перед сном. Или там когда, ну, они, наверное, и не молятся, так отчитывают. Ну, уверены, что им поможет, они же все правильно делают. Они же на храм-то денег дали, дали, ну, дали. Крест купили золотой, ну, купили, молодцы. Попу денег дали, дали, да, поп за них помолился, да, ну, все. Они уверены, что все будет четко. И прости нас, как и мы прощаем должникам нашим. Кредит взяли должники-то у них. А не простили они им кредит. Должен был тоже там человек, кредит, к примеру. Вот пошел, взял. Тут со всех сторон налетели. Отдавай, 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 коллекторы. Там по-любому есть тоже там набожные, наверное, считают себя. Ламы набожные. Ну, вот работа у нас такая, деньги отбирать. Пристава судебные. И под этим грузом всех были такие люди, не скажу, что многие, не скажу, что там большая масса, но были такие люди, которые под влиянием этих обстоятельств оказались в петле. Прекратили свое существование. И прости нас, как и мы прощаем должникам нашим. Ну, вы скажете, это такой уровень, такой там, да, там взяли, что... Ну, он же сам кредит брал. Нет, ну подождите. Он брал, но этот же молится. Ну, а как он молится тогда? А он вообще верит ему? Ему? Богу? Он верит в него, что он есть. Ну, это вообще отдельно один вопрос. Он, казалось бы, вопрос-то коротенький, и мы не его разбирали. А смысловая нагрузка-то в чем? Что ему-то не верит. Верит в него. Что он придет и сделает. Но ему не верит. Его никто не видел и не знает. Так же и здесь. Прости нас, как и мы прощаем должникам нашим. Странно. Они ему не верят, а просят, чтобы он простил их, как они прощают должникам. Они верят в то, что должникам-то простили. И вот последний раз ко мне подошел тоже Сергей и говорит, ну, вот так, вот так. Что вот? Я вот молюсь, как бы, да. А он мне не помогает. Я говорю, ты кому-то молишься? Ну, ему? Кому? Кому ему? Богу. А ты ему веришь? Да, в него верю. Еще раз спрашиваю, ты ему веришь? Да, в него верю. Осмысление в глазах пытается появиться, но не появляется. Человек, видимо, тело его сильно захвачено вот этим бесом. И душа тут еще непонятно. Видать, там где-то, где-то далеко, тоскливо там находится еще. Где-то на задворках. Может, в тело еще выскочило из тела ненадолго. Не знаю. Вот. Я ему говорю, Серега, ты молись перед зеркалом. Ну, как перед зеркалом? Ну, перед зеркалом встань и молись. В глаза смотри. Ты отче наш наизусть, надеюсь, помнишь? Да, да, конечно, наизусть я выучил. Говорю, ну, вот раз выучил, в зеркалом встань, смотри себе в глаза и читай. И что? Я говорю, ну, вот ты будешь ему молиться. Ну, он тоже такой, икон не надо ему там. У него тоже такое что-то, то ли шесятники, то ли там еще какие-нибудь писятники. Неважно, какое там сектанство, какая разница вообще. Наверное. Здесь тоже это отдельно совсем. Если там по сектанству, там по разнице. Это я осознанно сказал, какая разница. Есть, конечно же, там вещи, которые определенно вредят людям. Можно взять. Но сама суть, да? Стоять перед зеркалом. Что есть Бог? Кто есть Бог? Кто есть ты? Ты это рука? Или ты это нога? Или ты это голова? Или, может быть, ты это глаз? Или мозг? Или часть мозга? А Бог? А ты ему веришь, если с ним говоришь? В него веришь. А в него веришь. Ну, а я в молнию верю. Я тоже вот. Я вообще вижу ее, и поэтому в нее верю. А ты его не видишь. Ну, все равно веришь. Беззаветно веришь, да? Что он есть такой, да? Ну, здорово. Ну, поверил ты, что в него. Ну, есть он поверил в него. Ну, теперь ему-то можешь поверить? Да, в него верю. Логично, нет? Вот логику отобрали у людей в 50... В каком году? В 54-м году последнее издание было. Отобрали у людей логику. И люди Богу верить перестали. Здорово, да? Отобрав логику. Отобрали Бога. С ума сойти. Здесь необходимо повесить такую картинку на этом ролике. Сделать. Светит солнце в небо, но люди не идут к солнцу. А люди идут за тем, кто нарисовал солнце на плакате и уводит их в сторону. Здорово, правда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...